Добрый день! Я хочу сказать всем вас спасибо за то, чтобы променять такую отличную погоду на то, чтобы присутствовать здесь, послушать лекции. Я работаю в Международном исследовательском центре интеллектуальных материалов. На состав входит несколько лабораторий, которые занимаются разными направлениями, исследуют нано-материалы, противоопухолевые материалы, занимаются нано-диагностикой. Также занимаются у нас ребята спинтроникой, квантовыми компьютерами. На чем базируется деятельность нашего центра? Мы синтезируем материалы в наших лабораториях, проводим их в лабораторную диагностику, а затем мы проводим теоретическое моделирование, компьютерное моделирование. И все в совокупности позволяет нам исследовать свойства новых материалов, прогнозировать эти свойства и в дальнейшем создавать такие траектории, которые помогут в практическом применении. Следующий слайд. Сегодняшняя тема, которую я хотела бы вам сегодня представить, это наноматериалы для магнитной наночастицы для биомо-медицинских применений. Наночастицы, нанотехнологии, все это было на слуху 10-15 лет назад. Я помню, когда я поступала на физический факультет, открылась кафедра нанотехнологии, люди туда шли, потому что это было совершенно новое, неизведанное. Сейчас как-то уже все привыкли к тому, что частица нано, я не знаю, повсеместно используется это все. Но с чего же все начиналось? Прародителем нанотехнологии считается Ричард Фейман, известный американский ученый. Все начиналось с его доклада перед американским физическим сообществом в знаменитом Колб-Техе. Если кто-то смотрит теорию Большого Взрыва, там часто упоминается этот университет. И его речь, The Splatty of Moon on the Butter, послужила прародительницей нанотехнологий. То есть этот человек сказал, что да, мы можем двигаться не только вверх, изучать космос, нашу Вселенную, но мы можем двигаться еще вниз. Здесь столько всего неизведанного. И мы можем это научиться применять. Сам демо нанотехнологии был введен в Норио-Танг-Буте в 1974 году. Нанотехнологии преимущественно состоят из процесса произведения, объединения и деформации материалов атом за атомом или молекула за молекулой. То есть он вводит в понятие, что мы работаем с отдельными атомами или молекулами. Это то, что не видит наш глаз. Мы это просто не можем физически увидеть. Но это стало возможно в 1981 году, когда был создан педосканирующий микроскоп. Тем самым ученые смогли увидеть картинку с разрешением вплоть до одного атома. Сейчас, конечно, такие микроскопы совершенствуются, разрешение у них идеально. То есть вы можете получить фотографию атома с превосходным разрешением. Напомню для вас, что такое нанометра. Нанометра это 10,5 метра. Это очень-очень небольшая величина. Но так для сравнения, то есть если бы мы положили, что один нанометр это теннисный мячик, то к метру он относится как теннисный мячик в земле. То есть сами понимаете, что в масштабе реального мира это совершенно маленькие объекты. Мы их физически не можем увидеть нашим глазом. И, естественно, это вызывает некоторые трудности для изучения, для манипуляции такими объектами. Но, с другой стороны, это открывает много преимуществ для их использования. Как в технологиях, как в квантовых компьютерах. Но, в то же время, и самое, наверное, значимое, это область биомедицины. Коскольку, ну, мне не хотелось приводить статистических данных, но все вы, наверное, знаете, что онкозаболеваниями болеет очень много людей. И это действительно проблема современного мира. И нанотехнологии могут нам помочь в решении этого вопроса. Следующий слайд. Как только мы переходим к наноразмерам, вещества кардинально могут менять свои свойства. И вот эти размерные эффекты, здесь плохо видно, к сожалению, но на самом деле это одно и то же вещество. Это наночастицы Кадми-С. Но в каждой из этой пробирки наночастицы имеют разный размер. И вариация этого размера зачастую достигает 5 нанометров. То есть, даже небольшое изменение размера наночастицы может кардинально изменить ее свойства. Идем дальше. Наночастицы могут отличаться по своей природе. Ну, как я уже сказала, они отличаются по размеру. А также из какого вещества они сделаны. Значит, своего рода отдельным классом стоят магнитные наночастицы. Они обладают рядом преимуществ для использования в медицине. За последние 10 лет, если мы посмотрим на количество публикаций и зададимся поисковым вопросом магнитные наночастицы в биомедицине, в моем виде достаточно большое количество публикаций. И вот в последние 5 лет количество этих публикаций увеличилось вдвое. Это говорит о том, что сначала ученые учились синтезировать, получать эти наночастицы. Сейчас же ученые переходят на более практический уровень. Они смотрят, как эти наночастицы взаимодействуют с клетками, с биологическими объектами. Естественно, о применении непосредственно на человеке говорить рано, потому что любое исследование должно пройти несколько стадий. Это доклиническое и клиническое исследования. И порой это занимает несколько десятков лет. Но тем не менее, ученые на пути к тому, чтобы свои разработки донести до потенциального потребителя. Значит, количество отзываний этих работ, этих публикаций научных, оно тоже как бы возрастает. И если мы посмотрим на те области и разделы наук, которые занимаются исследованием наночастиц, это совершенно разнообразные области. Это инженерия, медицина, химия, физика, астрофизика. То есть ученые из разных областей занимаются исследованием магнитных наночастиц. Они дают простор применения в любых отраслях. Но сегодня мы с вами затронем именно биомедицинские применения. Современная медицина стремится к тому, чтобы одновременно научиться и диагностировать заболевание, и лечить его. Таким образом, мы можем выделить такое направление, как терраностика. То есть это одновременное диагностирование заболевания и его лечение одним и тем же препаратом. И вот в этом случае магнитные наночастицы выступают очень хорошим средством, инструментом, для того, чтобы мы могли продвинуться в этой области. Такие наночастицы, они представляются как сферический объект, который имеет несколько слоев. В центре, что составляет ядро, там находится магнитная частица. В силу своих магнитных свойств мы можем воздействовать на эту наночастицу, а тем самым мы можем получать отклик, мы можем получать гипертермию в биологических тканях. Потом такое ядро магнитное покрывается полимерной оболочкой, для того, чтобы увеличить биосовместимость наночастицы, потому что если такая частичка попадает, нам нужно обеспечить нетоксическое воздействие такой частицы на организм. И вот полимерная оболочка, она позволяет нам этого достичь. Еще полимерная оболочка позволяет увеличить срок циркуляции такого препарата в организме. И заключительная оболочка – это антитела, которые могут быть использованы для того, чтобы адресно доставлять такой препарат непосредственно к опухолевой ткани, например, или к тому месту, которое нам нужно вылечить. Потому что, если мы говорим о онкологических заболеваниях, ну, всем известна химиотерапия, лучевая терапия, к сожалению, затрагивает не только опухолевые ткани, но и наносит вред здоровой ткани, клеток. И вот такие антитела помогут нам доставлять магнитные наночастицы непосредственно к локальной узкой области, которая нас интересует. Лена, дальше. Значит, преимущественно магнитных наночастиц на оксиде железа. Но оксид железа – это вещество, которое очень распространено в природе. В разных вариациях существуют такие оксиды железа – магнитит, магимит. И все они могут быть использованы в биомедицине. Какие преимущества они имеют? Ну, прежде всего, мы можем с легкостью воздействовать магнитным пурям. На такие наночастицы они могут получаться очень небольшими. Это хорошо для того, чтобы помещать их внутрь живого организма. Также они имеют высокое отношение, площадь, активные поверхности к объему. На самом деле, удивляет тот факт, что одна небольшая наночастица, вот если мы ее развернем, да, то поверхность может занимать одно футбольное поле. Такие наночастицы, они биосовместимы и нетоксичны. Также они биоразлагаемые, стабильные. Мы можем применять их в малых дозах и получать терапевтический эффект. Ну, а они химически стабильны в условиях организма. Про химическую стабильность именно в условиях окружающего мира. Ну, тут сложно сказать, потому что при синтезе такие наночастицы склонны к окислению. И порой очень трудно получить стабильные наночастицы именно для того, чтобы исследовать их, узнать об их свойствах. Значит, ну, как я уже упоминала, такие магнитные наночастицы могут быть применены в таких областях гендицины, как адресная доставка лекарств, противопухолевые агенты, гипертермия, магнитно-резонансная томография, как биосенсоры, как маркеры. Ну, сегодня я бы хотела подробнее остановиться на трех применениях. Это адресная доставка лекарств, гипертермия и магнитно-резонансная томография. Лена, пожалуйста. Смотрите, принцип действия таких наночастиц, он схожий. То есть мы вводим магнитную наночастицу в организм, воздействуем магнитным полем, тем самым мы можем достичь локальности, локального перегрева. И если мы говорим об адресной доставке лекарств, таким агентом, который несет в себе лекарственный препарат, выступает магнито-липосома. Липосома – это такой сферический объект, в который мы помещаем магнитные наночастицы, препарат, который будет взаимодействовать с клетками в живом организме. Потом эта капсула покрывается гидрофобным препаратом и полимерной цепочкой. Вот это вот как наружное покрытие позволяет нам достичь того, что увеличивается время циркуляции магнитной наночастицы в живом организме. Для чего это нужно? Потому что для того, чтобы достичь хорошего терапевтического действия, нам нужно, чтобы магнитная наночастица и сам препарат как можно дольше провзаимодействовали. До полного излечения. Также, почему нам нужны магнитные наночастицы? Для того, чтобы мы могли доставить этот препарат конкретно в необходимый нам участок. Следующий слайд. Так, магнитный резонанс на томографию. В принципе, тут тот же самый принцип действия. Мы помещаем необходимый нам препарат. В данном случае это контрастный агент. Тут он не несет какой-то терапевтической функции. Он просто улучшает качество получаемого изображения. Мы также вводим в виде раствора этот препарат в пациента. Сама липосома покрывается функциональными группами, которые нам позволяют циркулировать в организме. Защищает от токсического действия наночастиц. Лена, дальше, пожалуйста. И магнитная гипертермия. Тут то же самое. То есть мы вводим вот этот препарат в организм. Потом воздействуем высокоимпульсным магнитным полем на эти наночастицы. Дело все в том, что переменное магнитное поле, оно поглощается частицами. И частицы локально могут нагреваться. То есть они вызывают нагрев опухолевых тканей. При этом они не наносят вред здоровым тканям. Дело все в том, что для того, чтобы опухолевая ткань разрушилась, достаточно достичь температуры 41 градусов. Здоровая ткань, в принципе, чувствует себя комфортно при таких условиях. В ходе 45 градусов, в принципе, здоровая ткань не разрушается. Еще что важно, что магнитные наночастицы, поскольку мы можем получать их действительно небольшого размера, они могут быть использованы для лечения опухолевых заболеваний головного мозга. И в работе японских врачей было показано, ну, естественно, что все опыты проводятся пока на животных. В данном случае это крыса. Значит, в крысу был введен препарат, который должен был доставить магнитные наночастицы в опухолевую ткань, которая находится в головном мозге. Посмотрите, если у нас магнитного поля нет, эти частички, они путешествуют по кровеносным сосудам головного мозга. Как только мы прилагаем небольшое магнитное поле, эти частицы, они преодолевают гематоэнцефалический барьер и проникают к опухолевой ткани. То есть в данном исследовании было показано, что да, действительно, наночастицы определенного размера они могут преодолевать такой барьер и могут быть использованы для лечения опухолевых заболеваний головного мозга, которые в настоящее время тяжело лечить, потому что... Ну, я бы не хотела объяснять, почему это сложно. Все прекрасно понимают, что любое воздействие и внедрение в мозг, оно чревато какими-то последствиями, не очень приятными. Ну, и в конце я хотела бы рассказать о тех исследованиях, которые проводятся непосредственно в нашем центре. Как я уже говорила, мы занимаемся синтезом противоопухолевых препаратов, занимаемся диагностикой и исследованием их следствий. И в нашем центре проводится несколько исследований, направленных на изучение магнитных наночастиц, которые могут использоваться именно для лечения опухолевых заболеваний, раковых заболеваний. Если мы допируем магнитную наночастицу, например, редкоземельным элементом, это позволяет нам увеличить и улучшить их магнитные свойства. На данных картинках показаны изображения, которые были получены с помощью просвечивающего, исканирующего микроскопа для наночастиц на основе оксида железа и наночастицы на основе оксида железа, которые были адаптированы самая. Какова роль такого адаптирования Самариум? Самариум позволяет нам улучшить магнитные свойства такой частицы. Частицы получаются меньшего размера, что существенно улучшает их качество. То есть, если мы посмотрим на размер неадапированных наночастиц, они получаются порядка слоя окранных метров. Если мы их допируем в Самариум, они получаются порядка 10 наночастиц. То есть, существенно уменьшаем размер таких наночастиц. Ну и, что хорошо, наночастицы получаются с филической формой. Это удобно для того, чтобы покрывать их оболочками, а чтобы они функционировали лучше в организме. В данном случае все. И дальше. А вот такие наночастицы были введены в крысу, которая была прибита опухолем. Данное исследование велось с нашими коллегами из онкоинститута. И вот все опыты с крысами, с опухолевой тканью, они проводились именно на ломной институте. Что было интересно, что такие наночастицы оказывают противоопухолевый эффект. Более 50% крыс такой опухоли, они показали, что наступает регрессия опухоли. Опухоль в размерах уменьшается. У 20% крыс наблюдалась полная регрессия опухоли. То есть опухоль исчезла. В случае полной регрессии опухоли были подтверждены гистологически, а также путем мониторинга состояния животных в течение месяца. То есть это о чем говорит, что опухоль уходила, исчезала и животное продолжало существовать. Это работа, которая была выполнена с нашими коллегами в онкоинституте. А сейчас, относительно недавно, год назад, мы начали такую более теоретическую работу, которая позволит нам исследовать с помощью синхротрона коллоидные наночастицы. То есть это другая фаза. То есть это жидкая фаза, которая считается более благоприятной для введения в живые организмы. Мы занимаемся синтезом таких наночастиц, исследуем их свойства. И вот я надеюсь, что другая группа исследователей, которые непосредственно занимаются исследованием воздействия таких наночастиц живыми организмами, живыми клетками, это группа ученых из биологического факультета ЮФУ. Они занимаются как раз-таки изучением воздействия таких коллоидных магнитных наночастиц на опухолевые ткани, которые привиты в мышках, крысах. Ну, пока о результатах рано говорить. Может быть, потом мы выступим еще с таким докладом. Ну, а на сегодня все. Я заканчиваю свое видео.